ПТ-76 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 И эту машину присмотрели для себя и морпехи. Важно отметить, что ПТ-76 стал, скажем так, своеобразным прототипом для будущих ВТРов и БМП. Машина все-таки умела плавать, обладала хорошей подвижностью, вооружением. Да, она не могла на равных воевать с более серьезным противником, ну, типа серьезных средних танков или основных боевых. Но поддерживать пехоту огнем, совершать какие-то вылазки во фланг, в тыл врага, она вполне могла. Вот такой вот замечательный аппарат. Стоит добавить, что их в 2000 было поставлено за рубеж, где они, в общем-то, использовались. Понимали участие и во Вьетнаме, и на Ближнем Востоке, и в Югославии. И там себя очень неплохо зарекомендовали. На базе этих танков за рубежом тоже строили свои легкие танки. Ну, а спустя какое-то время и боевые машины пехоты. Ну, в общем, машина, конечно же, героическая и прославленная. А теперь посмотрим, что она может в нашей игре, что у нее с характеристиками. Ну, и прежде всего, нужно сказать о нашем вооружении. Орудие Д-56ТС. Замечательная пушка. Стреляем мы, прежде всего, кумулятивными снарядами. Почему? Ну, да потому что они хорошо летают и имеют замечательное бронепробитие. Целых 200 мм. Это позволяет эффективно бороться с бронетехникой противника. Но тут есть проблема. Кумулятивные снаряды известны тем, что при попадании в боевую кладку или в баке, да, они ваншотят. Но если ты попал не туда, танк противника жив и, в общем-то, в какой-то мере здоров. Сейчас на дистанциях ваншотнуть танк противника тяжело. Почему? Ну, потому что порезали зум. Выцеливать болевые точки очень и очень тяжело. Приходится часто стрелять, что выдает свое местоположение. В общем-то, конечно же, ничего комфортного в этом нет. Я надеюсь, зум вернут и тогда все станет попроще. Ну, а если мы будем говорить о средних дистанциях или о ближнем бое, тут все просто. Если ты знаешь, где у танка врага находятся баки, находится боеукладка, стреляешь и наблюдаешь, как он вспыхивает и взрывается. Вот так вот все просто. Ну, а что касается подкалиберных и каморников, то это не самые лучшие боеприпасы. Заброневое воздействие и тех, и других очень и очень плохое. Так что кумулятивные снаряды, они будут гораздо-гораздо эффективнее. Что касается перезарядки. У меня на моем почти топовом экипаже 5,6 секунды. И это мне позволяет перестрелять любого. Главное, успеть выстрелить первому и попасть, ну, хотя бы в приводы или в казюник. Ну, или уж на худой конец выбить наводчика. Ну, а дальше уже быстро-быстро прыгать, объезжать. Либо снова стрелять и уже, скажем так, в более значимое место. Ну, и углы наводки. Да, не самые лучшие. Пушка гнется 4 градуса вниз, 31 вверх. Ну, типично для советского танка. Скорость поворота башни 13,6 градуса в секунду. Все достаточно неплохо в этом случае. Ну, если уж совсем не успеваешь, то можно довернуть корпусом и тогда успеть выстрелить. Бронирование противопульное, но от крупного калибра 12,7 не спасает. В принципе, разделывают моментально. Но, судите сами. 13 мм у нас во лбу корпуса НЛД, ВЛД. 13 по бортам, но, правда, не везде. Нижняя часть имеет вообще 10 мм. Корма 6 мм. И верх корпуса 6 мм. Броня башни. Везде по 15 градусов. Наверху тоже 6. Как мы видим, ни для каких первых линий танк не предназначен. Все-таки, если он пошел в первой линии, значит, он погиб. Да, и, наверное, на вторых ролях ему играть будет тяжеловато. Это особый танк, который занимается тем, что до поры до времени не вступает в бой. Да, может быть, занимает какие-то позиции, наблюдает за развитием событий и ждет момента, когда завяжутся какие-то между собойчики, начнутся стычки локальные. И тогда он сможет где-то просочиться, объехать противника, зайти во фланг в тыл и расстрелять. Мобильный танк ему постоянно приходится двигаться, обходить противника, стараться сделать все, чтобы его не зажали нигде, не поймали, не нашли. Он живет только тогда, когда передвигается такими нехоженными и непонятными тропами, оказывается в самых невероятных местах, и, наверное, только тогда он будет эффективен. Все-таки, если вы играете позиционно, рано или поздно какой-нибудь снайпер вас заметит и выстрелит. А выстрел для нас и попадание — это практически всегда смерть. Редко критуют, но, наверное, это тоже отчасти плюс. По крайней мере, нет вот этой длительной агонии, когда в тебя попали, ты еще пытаешься отремонтироваться, попробовать ответить противнику. Нет, тут этого нету. Любой выстрел — это практически всегда ангар. Ну и я уже затронул тему про мобильность. Да, танк может быстро передвигаться. Все-таки максималка 42 км в час, она проскакивает частенько, даже на пересеченке более-менее прямой. Ну а так где-то 38-40 стабильно выдает танк. И в результате мы некоторые точки можем брать первыми, удерживать их. Можем совершать рейд в тыл врага, заходить ему во фланг. То есть танк такой вот, диверсант самый натуральный. Не стоит играть позиционно, не стоит строить из себя тяжи или средний танк. Мы не для этого. Ну и если еще говорить о ходовых характеристиках, важно отметить, что танк разворачивается на 360 градусов всего лишь за 10 секунд, что-то около этого. Но правда здесь важно учитывать, что не просто нажали поворот и ждем, когда же он развернется. Нужно сначала поддать вперед, чтобы танк получил какую-то скорость, а после этого начать поворот в нужную вам сторону. И тогда, конечно же, он развернется очень-очень быстро. Ну и еще один неприятный момент. 6-7 км в час это скорость назад. Так что иногда лучше развернуться и уехать, чем сдавать назад под огнем противника. Имейте это в виду. Низкий силовет способствует тому, что в него не прилетает большое количество снарядов, незаметный танк. Это, конечно же, плюс. Ну и, в общем-то, из еще серьезных минусов, это наши баки, внешние баки, которые крайне мешают вести круговой огонь, стоя на месте. Это очень приятно. Было бы здорово, если была возможность как-то их отключить, снять. Тогда было бы намного-намного комфортнее. Ну что ж, вот вы уже знаете, АПТ-76 все или почти все. И можете судить, нужен он вам или нет. И как на нем вообще играть. Я же предпочитаю его именно как диверсанта, анализируя ситуацию на поле боя. Понимаешь, где ты можешь проскочить, где ты не можешь, кому ты можешь помочь и как. И только тогда все складывается хорошо. Да, конечно, можно поиграть в ПТ-САУ. Ну, то есть, в истребитель танков. Можно где-то засесть и своими прекрасными кумулятивами отстреливать противника. Но, как я уже говорил, глазастый снайпер вас заметит. Частота выстрелов у вас порядочная. Поэтому могут вас и сваншотить. Ну, а если не сваншотили, а снаряд упал рядом, мгновенно меняйте точку, прячьтесь. Все-таки жизнь, она дороже. Ну и теперь посмотрим на бой. Бой весьма показательный. Приходилось постоянно двигаться. Сначала прошел по флангу. Снес одного противника. Теперь лечу уже совершенно в другое место, пытаясь понять, где же ведется огонь. Кто-то с кем-то воюет, значит, нам туда. Но идти не охоженными тропами, где обычно передвигаются противники, а стараться как-то вот прикрываясь рельефом, перебегая от одного укрытия к другому. Вот тогда вы будете практически незаметны. Собственно, встречаем Шермана. Шерман стоит и с кем-то перестреливается. Видимо, достаточно успешно у него все это протекало. Но тут появляюсь я первый выстрел Криты, второй выстрел Здравствуй, Ангар. А я продолжаю дальше выискивать цель. Далеко ехать не приходится. Рядом стоит зенитка и самозабвенно стреляет по нашим самолетам. Ну, вот тоже не осматривался человек. В результате я выехал безнаказанно, убил союзника и теперь занимаюсь им. Кстати, стрелял каморником. Там каморник имеет плохое заброневое. Ну и само бронепробитие там тоже не самый шик. Ввожу так вот на всякий случай несколько штук с обоей. Но все-таки для меня кумулятивы, они первичные. Мне проще ими работать. Пусть я потрачу чуть больше, чем я возьму этот каморник. Ну, решайте сами. Возможно, кому-то они придутся и по вкусу. Ну, а мы продолжаем бой. Еду уже в другую сторону. Мне показалось, что где-то работает вражеская зенитка. И здесь практически на респе она стоит. Тоже самозабвенно работает по нашей авиации. Ну, и, конечно же, за это надо наказывать. Она меня не замечает. Продолжает стрелять. Выполняет свою прямую обязанность. А я решаю объехать. Увы, она не хватает. То есть я не рискну сейчас высовываться по самый пояс. Скорее всего, она меня заметит и отработает по мне. А любое попадание может привести в ангар. Поэтому нужно выбирать самые безопасные пути, самые безопасные решения. И вот сейчас я просто заезжаю зенитки за спину. Прицеливаюсь в БК и стреляю своим любимым кумулятивом. Зенитка взрывается, а я уношу ноги. Потому что получить по шее очень-очень не хочется. Ну, и, как я уже говорил, пока ты двигаешься, ты живешь. И двигаться нужно тоже с умом. То есть нужно просматривать маршрут и смотреть, где кто воюет, стреляет, где чисто, где можно проскочить. Иначе бездумно кататься долго у вас не выйдет. Еще один эпизод с союзниками. Они залезли вдвоем на точку вражескую. Пытаются ее захватить. Один уже погиб, второго забирают. Ну, и я принимаю решение не идти на выручку, поскольку я не вижу противника. Я могу просто напороться, а решаю подождать. Здесь, ну, в общем-то, такое вот простое решение противника, захватить точку, оно таковым и оказалось. То есть расчет был верным. Противник уничтожен, ну, а я иду дальше. Находим мы последнего Хелкета. Хелкет стоит, отстреливается. Я прыгаю сверху на него. Здесь немножечко, правда, сложал. Проехал чуть дальше, скатился. Но, тем не менее, точным выстрелом в БК забрал его. Несмотря на некоторые проблемы, танк мне дико-дико понравился. Все-таки, если анализировать то, что происходит на поле боя и подстраиваться под это, можно сделать очень и очень многое для команды. Действительно интересный, быстрый танк. Ну что ж, а у меня все. Понравилось видео, вы знаете, что делать. А я с вами прощаюсь. Побольше рикошетов и хорошего настроения. С вами был BlackRoss. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин